Здесь тоже стриминговый сервис, уже турниры онлайновые, самые разнообразные. Сегодня, напомните, я вам обязательно покажу турнирчик, который мы проанонсируем в понедельник официально, но сегодня по секрету вам его покажу, тоже по варкафту, уже по рефоржу. Время летит, но насколько хорошую все-таки бы из-за игру сделали. Пошли в жухи в чате. Да, и уже совсем другое время, совсем другой уровень интерактивности. Появились стримы, чатики. Люди семьями обзавелись уже. Все равно приятно, в субботу так. Все, пошла игра, пошла игра, не начинает кликать. Поехали, поехали. Давай, Дмитрий. Тяж очень злой. Но Император, повторюсь, сказал, что дисбаланса в этом мэтчапе он не видит. И это значит, что по его мнению все зависит от скилла. Ну и от дропа артефактов, конечно же. С богом. Играем до трех побед. Собрались, собрались, прям собрались. Хорошая застроечка. Стандартная, хорошая. Так, еще раз, для тех, кто недавно присоединился. Голд самый престижный турнир по Варкрафту. Каждый раз растут уровни организации, каждый раз растет призовой фонд. Сцена оживает в преддверии, предвосхищая, просто предвкушая, предвкушая выход рефорджда. Оживляются игроки, оживляются команды. Хэппи уже больше не просто стример, а профессиональный игрок, на минуточку, из китайского клана Lucky Future. Он прошел довольно сложный путь, ну, как, собственно, и все оставшиеся, другие оставшиеся три игрока. Пять игровых дней позади. И сегодня пройдут все матчи турнира. То есть мы узнаем, кто победит, и расклад с первого по четвертое место. Маутун Кинг первым героем. Маутун Кинг первым героем говорит о том, что будет криппинг вообще сразу в лобешник, в экспант. Что если он вдруг себе позволит начать с этих... Хотя ДК все равно... Не-не-не, нормально, можно и так, и так. Можно начать с желтых. Поехали. Видит император, что первый МК. Видите, как тяж. Он МК, видимо, под это самое подтянул. И в четвертьфинале спокойно справился. Сетку ждет, сетку ждет, сетку ждет. На Фотмену. Как же плохо-то получается с криппингом у нас. У нас ДК уже никакой. Ну, сетку киньте, ребят. Ну, че вы начинаете-то? Так МК побежал. Причем он побежал ловить. Ловить хэппи не реагирует. Реагирует. Убегаем. Молоток не словили. Хорошо. Собрались. Тут явно эксп намечается, друзья. Явно. Грамотно вытанковывает одним скелетом. Ссылка на турнирную сетку. Message of the Day в чатике все есть. На главной странице в новости есть. Не ставит эксп, но он неизбежен же. Просто, видимо, нужно чуть побольше рабов, чуть побольше футов. Да. Собрал. Набрал леса под эксп. Отманивает, чтобы не было слов. Хэппи все это прекрасно видит. Как реагировать правильно-то на это? Койлом голема не добить. Подходить опасно, потому что может просто прилететь молоток и окружение сработать. Хэппи начинает просто работать по... Так, минус один рабочий. Работать по футам и рабочим. Койл хороший, добивает. Второй левел получает. Битый фут. Очень битый голем. И скелетов отводит. Пытается добить скелетами. Не добил, к сожалению. Там сложно было. Еще минус один рабочий. Ну, не такой плохой харас на самом деле. Фут. Два, а то и три раба. И одного тролля мы подрезали. Ай-яй-яй. Футмен этот выжил. Ищет футмена. Размянулись скелеты с ним. Но Хэппи помнит пробитых футменов, поэтому он и побежал туда в обход. Нисколько рабочих харас с этими полуживыми скелетами, сколько как раз добить фута. Используя лайтнинг-щилд. Быстрее добивает нитералов, а тяж уже в атаке. Хараси. Молоток. Сразу берет гулей. Финда под лайтнинг-щилдом подставляет, но тот закончился. Это минус финд. Пытается сейчас хотя бы что-то за этого финда продать. Точнее, получить. Блин, баш пропирает на последних хитах. Еще минус гулька. Тяж очень хорошо. Мало того, что ставит базу и исключает харас вот таким вот, такой вот агрессии. Добивает, умудряется добить фута. Контроль великолепный. Деку попытался окружить. У Деки кольцо есть. Ну выпусти, ну хэпич, ну чего ты. Ой, сейчас еще один молоток может быть. Нет, все нормально. Пробует подрезать фута. Баш опять. Да что ж ты будешь делать. И уже третий Маутун Кинг. А там персоналка, смысл окружать. Опять баш. Убьет! А, он прожал ТП. Ай-яй-яй. Так, хорошая новость, что Тяша все еще Т1. И у него проблемы с лесом колоссальные. ТП на ТП развели. Какой же он же злой. Вот Император злой, а Тяш тоже злой. Такое начало контактное. Застройка, правда, не позволила АМК быстро выйти с базы. Это он Шреддера привлек. Чувствуете, какая серия намечается? Очень непростая. Третий уровень Удаки. Второй Койл. Хорошо. Фух. Будет выбивать сейчас лагеря наемников. Футов просто море у него. Два носка улича. Ржут китайские комментаторы. Грейда все еще нет. Ну, Шреддер сейчас притаранит 200 леса. Почему он прокрепил зеленую точку? Непонятно. Телепорта нет! Серьезно? Тяш, ты чего? Это крайне странно. И он бежит размениваться на мейн. Я не пойму. Это как? Может, подрывника купит? Он подрывника, кажется, покупает. Но тут минус магическая вышка. У нас, правда, тоже телепорта нет. Да, подрывник пошел. Взорвется. Минус зигурат. Акалиты начинают чинить, стараются, но молоток влетает в Акалита. Минус зигурат. И Хэппи возвращается пешком. Кстати, он может попробовать Мку просто убить, потому что тот не успеет... Нет, успеет уже стелепортироваться. Блин. Надо было оставить кого-то на экспанде. Надо было оставить, блин, кого-то на экспанде, чтобы рабочие умирали. Да, Тяш не со страху. Он просто не был уверен, что не все привыкли к таймингу персонального телепорта. В тебя там влетает новая, по тебе бьют все, и ты не знаешь, успеешь ли ты уйти на персоналке или нет. И он в самую последнюю для него, как показалось, секунду прожал телепорт. Но тогда уже персоналка была... Ну, тогда он уже улетал на базу. И этот процесс был не остановить, и он не собирался его останавливать. Короче, Хэппич понимает, что единственное, как может выиграть враг, это разводами на базу бегать. Он грейдит зигураты, поэтому... Телепорта все еще нет. Господи, Хэппи бегает просто пешком. Скелетов опять не оставил. Лечит гульку. Нужна новая здесь, нужно штрафовать футов. Достали. Новый пытается штрафануть. Убивает одного, убивает второго. Ты не можешь на самом деле вот так просто взять и оставить одного-двух финдов на экспанде. Потому что персональный телепорт проходит на эксп, и спокойно Маутен Кинг отъедает этих двух юнитов легко. Он и трех съест. Это не проблема. Сейчас, может быть, даже имеет смысл Хэппичу пройти на мейн. То есть вот бегать сейчас под дудку, поддаваться на разводы, это то, что нужно Тиаш. Хэппи, тем не менее, не проходит мимо кобальдов, чтобы не терять время и хоть какие-то деньги и опыт зарабатывать. Под боком магазин, битый мейн. Это, кстати, опасно, потому что, не дай бог, подрывники. Дирижабль пошел. Новый уровень Харасом. И Хэппич возвращается пешком домой. Хотя мог сейчас шатнуть мейн просто. Не чувствует он этого. Но он чувствует, что дирижабль. Блин, меня пассивная игра Хэппича сейчас очень расстраивает. Но он готов. Смотрите, Финт уже стоит, улыбается на шахте. Чинит главное здание. Да, сетка есть. Финт просто так не стоит вот здесь вот, без сетки. Он же не дурак, правильно? Половина ХП мейн на 21 взорвут. Да, взорвут, конечно. Ну, ну! Все равно проходит дроп. Падает сразу первый околид. Это глухая застройка. Ну, хотя не совсем она глухая. Пошла нова. Шахту мы отобьем. Ну, там телепорт просто, и все. Убьем, ну, парочку футов. Дай бог, парочку, блин. Одного только. Ну, время, время идет. Нычка работает. У него же на руках полтора косаряном. Нужно что-то более активное делать. Авиарии пошли. Вот я ворчал, ворчал по поводу авиарьев. Неужели в Экс будет идти? Серьезно? Хапач делает гаргу для того, чтобы отбиваться от следующего хараса. Дирижаблей. Койл нужный. То убили бы гаргу. Переучился на второй клэп. Это для того, чтобы с пауками уже воевать. То есть готовится тяж уже. Клейтон. Как я волнуюсь. Капец. Да, пошел Аккалит. Хэппи решил сыграть затяжную. Это крайне опасная штука. Поверьте. Потому что те средства, которые успел добыть Тиаш за это время, он преобразует в очень хороший лимит, в хорошее преимущество по грейдам, по лимиту. Труша Таура выпадает. Мега полезная. Самая полезная. Во-первых, у тебя лимит высокий. Во-вторых, ты идешь просто в рейндж. У тебя хавки грифун. Ё-моё. И читает просто игру, делает разведку, убивает Аккалита, откладывает появление базы. Два шредера работают. ПП говорит, хэппи, что-то случилось. Так, не произноси императора, псуи. Что-то не то. Зачем наушники из колл-центра? Это звукоизолирующие стандартные наушники, которые одеваются поверх капелек, чтобы не слышать комментаторов из зал. Возможно, тактическая пауза. Но хотя хэппи этим не страдает. Но недовольство явное на его лице. Поехали. Игра продолжается. В это время уже с хавком прилетает харасить. Ловят хавка. Сразу телепорт. Правда, успевает умереть только Аккалит. И все, и все уходит остальное. Какие прекрасные залеты у Тиаши вообще. Да, он теряет ТП, но больше никаких потерь нет. Плюс он еще выигрывает время. Да, здесь уже закреплено все, извините. Надо на красную, видимо, сверху проходить и крепить. Третий грейт на атаку уже между тем. Хэппи снова пытается поставить нычку. Но посмотрите, какая разница по лимиту уже. Плюс 25 лимита у Тиаш. Хэппи бесцельно бегает за иллюзией. МК уже пятый. Блин, это иллюзия. Это иллюзия. Хэппич, ты же ударил уже по ней. Да там МК плотный. Потерял время. Минус точек. Как это расконтроливать-то, ёпара-су-тэ. Третий молоток. Хэппи нужно сражаться. Видит армию. Там Бладмейдж. Ох, сейчас еще Банеж залетать будет. Все с богом. Нова влетает. Сетка хорошая. Клэп. Подходит Бладмейдж. Высасывает ману. Банеша нет, мана есть. Минус 2 фута. Ополченцы вперед. Просто база начинает тыкать. Зачем-то, не знаю, зачем. Койл где? Блин, Койл. Падает рыцарь. Падает в первый финт. 60 лимит на 55. Уже разваливается Тиаш. Правда, мы тоже разваливаемся, но... Хэппи выконтроливает. Спасает еще на чудесах одного финда. Идет фокус. Заливка маны. МК минус Грифон. 55 на 50. Преимущество только на 5 лимиту у врага. Как же выконтроливает Хапач. Спаси, спаси финда. Ай-яй-яй-яй-яй. Грифона минус 2 финда. Ну как здесь отбиться-то дальше? 47-47. Лимиты равные. Шреддер орудует. 5-й МК. Блин, как же Бладмейдж здесь тащат за счет сифона. Дестройеры живые пока что. Минус Шреддер. Минус Хавк. Пытаются сейчас фокуснуть. Леча, 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 леча. Там есть бутылек. Надо передать бутылек. Лечу. Хавки идут. Это они контрят. Ну, Дестроф. Папа, как в НПКЛ мы смотрели 2004 год. Караваджо с Рейнджером. Клэп, как же зло тут заливает. Молоток. Бутылек надо передать. Блин, отбиться бы здесь. Если отобьемся, то это все. Но крайне сложно. Хэппи возвращается на базу лечом. Неужели... Нет, не возвращается. Отбиваемся, отбиваемся. Нычка стоит. Как? Плюс 20 лимита было. Алло. О, император велик. Ну, у нас уже сейчас было больше. 52 на 49. Я... Там грифоны, 3 грейда на атаку. Два шреддера, кони, МК 5. Сейчас главное вот этот текст мне отдать. Ты такой пессимист. Я реалист. О, еще одна атака. Рейнджику собирается, видимо, взять сейчас. Да, Рейнджику взял. И возвращается быстро. Тут снова атака. Быстрее, 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 быстрее. Надо нюкать, скорее всего, Бладмейджа сразу с ходом. Просто тык-тык в него. Да, нюкает сразу. Ну, потому что он реально бесячий. Ладно, ловим сетку. Сайленс на МК. Сплетятся, как сплетятся, Финды. Вообще никого не убить. Они разбег... О-о-о-о-о-о. Правда, Бладмейдж еще есть живой. Финда первый умирает. Сайленс на МК. 55 лимит на 51. Нас меньше, нас меньше. Лича бьют. Лича бьют. Лич уходит, но у него все еще есть бутылек. пытается Бладмейджа все-таки забрать. Блин, рабочие там убивают наших. Минус обсидианка, еще... Ой, еще не все. 47-53. Минус грифон. Какой же контроль сумасшедший с обоих сторон, вы посмотрите. Дрейн пошел опять. Блин, не дает ни Койлов сделать ничего. Бладмейджа снова пытаются... Койл нова! Есть! Минус! Бладмейдж! Пятый лич. Рабочие через атаку убивают мейн. Ой, в смысле шахту. И телепортируют сетяж. Как? 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 Как это невероятно! Там была настолько четко выверенная атака, то есть тяж ее сам спланировал, он ее инициировал. Ну, правда, немножко был под... Его немножко подогнали экспандом, но тем не менее, он разводил настолько, насколько хотел разводить. Он вышел из лимита тогда, когда хотел выйти. У него все было, казалось бы, для того, чтобы максимальный удар нанести. То есть у него было, там, 77 лимита, ну, считайте, 80. Три грейда на атаку на тот момент. И три героя. Все. Это невероятно. Нет, пятый лич — это огромная проблема. Это прям колоссальная проблема для Альянса. То есть, что бы ты там не строил, уже можно... Уже можно отлететь. Ну, все, Хэппи все правильно делает. Смысла далеко уходить с экспандой? Нет. Тут две красные точки остались. Ты просто одну контр... А, он, в принципе, контролит дестройером перемещение врага. Так что все отлично. Пытается там воркшоп бахнуть. Ну, скорее всего, вертолет. А что? Как с дестройами-то быть? Класс. Контроль шикарный. Как финды в разные стороны высыпную убегают. Старые добрые времена у корейских прогеймеров по первому Старкрафту, как марики от этого. Отшатывались от люры. В разные стороны. Ну, все еще, торопиться нет смысла. Уже лимиты не будут так сильно расти. Ну, такой большой разницы не будет по лимиту. И реально нечем сейчас контрить дестрой. Можно даже красной точкой попровоцировать его. Ну, чтоб он сам поближе подошел. О, можно сражаться. Новый цепляем. Не хочет. Не хочет. Не торопится Хэппи. Ему виднее. Он знает, что делать. Блин, у меня даже сырники подгорели, пока смотрел, как Хэппи контролит. Да. Это затягивает. Это. Вертолету начинают уже под это самое подхорашивать одного дестройера, но просто потому, что он один равный лимит 65 65 неужели он просто хочет рабочих подрезать он не хочет сражаться похоже хотя и готов сразу к сражению там может быть очень неприятный банишь банишь молоток лечение но лечение только первое молоток 3 опасный плюс да у хэппи есть проблемы с ингулами у него их нет поэтому может полететь кому угодно минус конь минус конь нова койл фокус хорошо дрейн пошел ман и тут же отошел не вопрос почему става ни одного нету 120 у этого 120 утяжем рабочий это экспа минус 1 2 3 4 и хэппи давит хотя мне нет смысла давить вообще время работает сейчас на него потому что во первых его харасили у него золото чуть больше на мэне но но я вижу тоже закончилась но и золото на экспанте у него закончится позже то есть если они не будут больше ничего делать они не могут с эти нычки больше поставить карта не предусматривает то хэппи вообще в шоколаде с него запас золота больше он может просто сидеть на на экспанте там где-то плюс 45 косарей вот то преимущество которые тяж вложил благодаря фаст экспу и благодаря разводам и сиденье на лимите 50 в колоссальный перевес по армии сейчас в активах у хэппи эти самые ресурсы у него сейчас в шахте все еще есть у нас уже больше лимита 75 на 64 но это это скорее всего остаток по деньгам на мэйне вот то что у тяж и нычка база закончилась раньше а хэппи там еще косарик даст до высасывал и все невероятно невероятно много вертолетов до тяж понимает что надо давить потому что скоро шахта закончится просто армор грифоны провоцируют ополченцы побежали у хэппи 80 лимита на 67 надо новую кидать просто профилактическую да отлично профилактика грифоны получили новую дистройеры пытаются справиться с вертолетами вертолеты как-то вообще разуплотняют дистров минус обсидианка 63 на 79 76 но дистройеры красный хэппи перегруппироваться отступает лечится и ой минус дестер опасно равный лимит уже опасно кайтить надо типа кайтить какой же лимит жесткий а пытается сетками раскайтить вертолетики подрезать самое главное избавиться здесь от вертолетов потом контры к дистрам не будет просто но влетает честно деконтралливый тяж за одним дистром полетел без сплэшем и под вышками мы здесь сражаемся аккуратно леча пытаются убить лечи леча лечит леча плюс есть бутылек да и телепортируется я бы вышел после этого я бы вышел как сказал бы бигман все 9 лимит на 45 атака который на которую надеялся тяж закончилась не в его пользу хотя началась очень хорошо но император правильно оценивал ситуацию раскачивал и раз за разом выщелкивал вертолет которых осталось всего лишь три штуки посмотреть лавки нет пытается вылечить тем что есть перекачиваем ану паладину вот став и конечно помогли бы поспасать коней поспасать грифонов поспасать очень странно что у тебя с такими деньгами не и с такими ну с такой долгой игрой что став покупается буквально через два раза ты спасаешь коня одного это уже можно сказать что став окупился если у тебя есть свободные слоты если там ничему он не мешает потому что конь столько же стоит а мы еще не учитываем опыт который противник не получил из-за того что ты спас плюс став хорошо заходит на связку из трех героев то есть ты тут блан мейджи мог не потерять тогда как-то попередавать папа да хэпич молодец на контроле хорошим выехал ну и на понимание ситуативно своих сильных и слабых сторон единственное что вот мэйн может быть стоило в определенный момент чтобы пануть но он не знал что там вышки вышек нет там только одна вышка была и три грейдились тот момент он мог просто прийти на мэйне и все отменить магазин если что по телепорт под боком жертв там было бы очень много до дк 6 но он не берет ульту он берет третья ауру для еще более эффективного кайта чтобы проще было отступать от от маутен кинга вот клепа от молотка ты хрен отступишь но пока все хорошо и пошли дестройеры с маной хэпи штрафует кидает нову в грифонов коней хороший сплэш третья нова очень бодрый итальянц прям вроде самые эти жирные юниты у тебя в армии кони грифоны третья нового все равно все дестройеры с маной соответственно идет сплэш дестройеров уже не пробить просто не пробить очевидно что вертолеты пытаются по героям сейчас по пробежаться понимаешь что не получается gg 1-0 1-0 классные разводы от тяжа очень классные прекрасная тайминговая атака которая казалось бы мне кажется она любого бы андеда сломила плюс 20 лимита как как такое вообще отбивается я не понимаю то есть ладно было это это было бы какое-то мясо лимит не ценный но это т3 с тремя грейдами ключевыми три героя как просто если игроки более-менее одинакового скилла обычно после таких пушей все заканчивается да там было у хэпча конечно преимущество по уровню второго героя лечевка скорее всего 3 уже было на тот момент паладин скорее всего полтора максимум 2 у меня жена готовит завтрак кричит поддержка за император не зря женился вот есть плюса лени я поздравляю тебя поздравляю понимаю джоки говорит прости напомнить что перед да друзья сегодня в честь голда мы разыгрываем еще больше да не разыгрываем раздаем просто еще больше ключей приходите на гг регистрируйтесь и пишите в чатике джоки ну товарищу с желтеньким никнеймом со щитом помощником джоке самодур кто-то еще может из помощников на связи есть можно списк пользователей они вам просто так за красивые глазки могут выдать ключ на гг подписка на весь сайт на месяц за смайлики анимированные за цвета и таким образом вы конечно еще и сайт поддержите только в личку пишите да в личку пишите джоке самодур объяснить чем крутые дистры со школьки у него варик не играл не помню урон вроде не такой большой дистры им иммунны во-первых к магии у них там 900 хп урон среднемагический порядка двадцатки урон сильно возрастает тогда когда у дистров появляется ману ману дистроеров появляется за счет двух вещей первое это они могут высасывать ману из юнитов ну как правило из обсидиановых статуй которые становятся дистроя дистроерами то есть высасываешь ману из этой тележки она становится дистрома тебя два дистроера с маной либо дистроеры могут диспелить и за каждый юнит который попал под рассеивание дистроерская он получает немножечко жизни немножечко маны кажется ману больше чем жизни и вот когда у дистроера появляются манер начинает работать орб механика да не самая простая но юнит хороший потому что у андитов не было диспела вообще им дистроера добавили в тфт и они были очень рады некоторое время пока не осознали что придется опять в т3 играть потому что без без т3 нет диспела и все гости слав майкер и варик душевно большая благодарность атмосферу у меня мама в курсе что хапыч вышел полуфинал болеем хапыч должен затащить я тоже всем своим знакомым даже не причастным к варкрафту рассказываю что все хорошо что хапич в полуфинале и мы сегодня будем болеть за него вот дистроеры наносят соответственно из-за магического урона двойной дамаг по по вертолетам когда у них есть ман они еще сплэш наносит вертолет конечно тоже дистроеров убивает что у них тоже x2 по урону так дистроер убивает коней естественно из-за хэви армора не дает диспелит если есть что диспелит но в прошлой игре он был взят для для того чтобы скорее по вышкам поработать и по коням по по всему остальному так но не расслабляемся друзья эхо айлс первый герой архмак у меня жена и все друзья болеют за хэпи ведь они знают что наш и он чемпион летнего голда да да так рано радоваться друзья давайте внимательно в в игру вникаем все только начинается сегодня же еще три серии там еще матч за 3 финал хэпи подходит блочит очень хорошо тяж не успел а кайломан добил элементария осознав что гнола не добьет хорошо хорошо попытался убить с руки не получилось и архмак получает второй уровень это подрезает траву элементария отступает вызывает пару скелетов стандартный пока расклад хошка играл до хошка играл поза поза вчера ой хорошо выманил это специальный был забег на мурлоков чтобы просто футмены немножко растерялись фриз лагает не прошло хорошо там еще саппорта прилетает друзья спал всего три часа нашел силы встать за варкрафт за императора криппинга экспанда идет сейчас опасный момент здесь нужно попытаться максимальное количество людей ушатать падает первый рабочий нейтрал на этой карте значительно проще чем на прошлой хэппи убивает второго рабочего финдом пытается добить кто получил архмак получил подрезает третьего раба вызывает еще скелетов харассит как лев но к сожалению экспант не минуем ой отконтроливает нет 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 тихо спокойно спокойно все финт ушел хорошо это пик хэпи вроде не 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 выбирает проигравший в общая схема то есть проиграл выбираешь карту из оставшихся стандартная схема и это довольно в разумные выборы хаваилс гарнизоны на экспанде очень мало декана мэйни скелеты пытаются мурлока подрезать да нереально тяж тоже не непростой специально футменов за скелетами послал чтобы разбить слотерхаус второй лич экспант строится а им на магазине скорее всего персоналочкой ботинки хотя денег сейчас никаких нет на персоналочку на ботинке пока все сливается в power build а следующий ресурс хотелось бы как можно быстрее передать в пользу т2 а уже передали в пользу т2 и дефенс даже выкроил деньги на на деф молодец не успевает хэпич к этой точке добивает грамота элементаля враг нова нова где но во в самую кучу футов там есть дефенс но есть скелет и есть лич который с руки тоже добавляет поэтому такое количество футов о еще одна нова в кучу не сплитит своих футменов вообще плохо контролю тяж здесь он быстро растерял трех футов да такая очень бит но обсидианка где обсидианка а уже пришла справа там в красную точку увидел это обсидианочка нет это финт а почему мы обсидианку не построили попытался архмага окружить дерзко андеда очень опасно вот так кормить футами то есть ты должен что-то в результате за это получать в данном случае он только время получает и то не очень много как же контроль температур он специально кидает койл потому что возможно не понадобится главное деку не отдать ай-яй-яй-яй там ботинки же есть обсидианка идет я вижу и сразу начал прокликивать причем и на ману и на жизни как вы видите так можно архмага на тп сейчас развести второй же а у нас не второй койл извините 2 и 7 только выигрывает немножко времени th у хэппича почти второй лич да мне тоже показалось что у тебя же плюс один рабочий на золоте на мэйне нет 5 5 5 и сразу кассел на глава там на глава там так ладно скорее всего сейчас маркетплейс нужно по пути забрать и потом двигаться вопрос только куда на мэйн или на экспан бывает такое что защищают больше ресурсов вкладывают защиту экспанда на мэйне я вижу вторая вышка достраивается это уже уже неплохо там застройка родная есть большой инвул лучше ману конечно вот выбирая между лучше всегда вторую ману большую но сейчас преимущество экономическое значительно меньше у тиаши чем в прошлой игре вы же помните насколько дольше там стоял эксп насколько чаще были разводы все хэппи просто на мэйн идет тут вышел маутон кинк выпадает ему что только не амулет только не амулет ну когти плюс 9 нормально 2 вышки видит это не такая серьезная защита хэппи подводит вплотную финдов чтобы они не тупили и сразу атаковали но сзади подтягивается враг вообще пока что вообще изи идет все убить магическую вышку во-первых хэппи видит тайминг т3 ой подставляется зря то есть он понимает что сейчас никакой вот этой вот темы с ооо и лича пытается окружить там большой инвул тиаш вообще не понимает что происходит видимо у нас арба у нас минус минус окружила все-таки лича там инвул там фрост армор просто в такой ситуации он может больше потерять на окружении чем да и он бросил он окружил а потом бросил потому что сначала нужно блин смотреть инвентарь а потом смотреть можем ли мы тыкнуть героев или не можем тыкнуть героев у тиаши нет леса много денег и он не достраивает на экспанде у себя рабочих да доделался т3 вообще надо заходить внутрь всеми сразу пошел дестройер маг телепорт куда на мэйн на экспанд все убиваем эксп... ой в смысле мэйн да уже зайти надо заходить надо потому что у тебя есть время сейчас пока он там отлечится пока он возьмет тп вообще изявая такое впечатление что тиаш отрабатывал тему с маутен кингом и он был уверен что убьет потому что реально все складывалось прекрасно но видимо но видимо 120 с которым он мог единственный с кем мог тренить нормальную эту тему он умирал в аналогичной ситуации ну и это единственное чем я могу объяснить почему на эхуаэллс он решил сыграть не в эмку который здесь еще более подходящий все минусы рабочие на мэйне колоссальное количество опыта у андеда да он теряет одного финда но тут потери не только по рабам минус футмен 1 минус футмен 2 пара вертолетов ладно минус 2 финда ну андеда уже больше 52 на 43 класс телепортируется но это тактический телепорт не переживайте сейчас еще финд выживет в принципе отлично только и дестройеры могут подхарасить я не знаю это ну это игра на лане это игра без пинга император здесь вообще хорош главное сейчас дестроф не отдать этих потому что минус 10 лимита сразу будет отдаю дестроф жалко минус 10 лимит герои 4 3 на 4 почти 3 кстати 2 игра тем не менее еще не закончилась две гульки специально для того чтобы ну и лес есть а нужно как-то еще подъедать рабочих ну чтобы не метаться не заходить туда-сюда просто оставил гулей и улыбаешься там же рыцари первые выходят гули с ополченцами работают битва очень важная друзья фростармор на финда сразу лечение там уже арба появилась у архмага фокус по эмке лечение лечение ой гульки умирают там о лечу лечу придал инвул так вот такие еще маны есть то есть он должен пропивать и про может инку убить нет инвул пока работает но сейчас они играют вот вертолетиков бы поймать вертолетиков там такое количество вертолетов можно было на халяву поймать рейнджика третьим героем взята нет если мк каким-то макаром третий получит он может получить тут близко очень то могут возникнуть проблемы но вообще лимиты равные тут главное героя не отдать потому что нет телепорта у нас нет инвула надо правильно сало кинуть не на тоненького из такой ситуации еще большинство андедов проиграет из оставшихся их немного выдающихся фрост армор койл из-за эффекта арбы койл работает очень не очень койл нова в этом в мк левел ап третий да ладно нет рейнджика подставляется умирает твою налево мк мк умирает но деку в деку молоток выйдет не выйдет что остается только ли лич китайские игроки фанаты ликуют дестройеры пошли от элементарий избавляться вертолета вылетают твою налево гай гай пишет хэпи выходит койл а ул а ул а 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 что а а Да, не строго жалко. Десять лимитов пригодились. Блин, такое обидное поражение. Просто все уже, все. Вот опять о чем говорил, тяж еще может зацепиться. Собака. Вот кинул бы он Койл не в рейнджер, а в МК, например, да, МК бы сдох. А так и Койл в молоко, и герой минус, и... Черт. Жалко. Ладно. Собрались. Собрались. Ну, Хэппи любит, конечно, одну карту отдавать в сериях. Бой-5 особенно. То есть для него минус мораль-то не серьезная. Вот Тяшу из такой ситуации выиграть, это... Это может его бы стонуть. Бой-5, Бой-5 мы играем, конечно же. Ох, я опять начинаю нервничать. Ах, 1-1. Такое начало серии. Да, Демон подсказывает, и я вспомнил, как Хэппи с Тяшем на прошлом голде именно Эхо Аэллс отдал. Но дело-дело было не в карте, на самом деле. Хэппич делал все вообще отлично. То есть он контролил, старался, как мог. Но критичное окружение, критично минус 10 лимита, когда у вас боевого лимита, в принципе, там 30-35. Шан, нервы прочь, император может все превозмочь. Спасибо, Кеш. За соточку и за поддержку. Ну, поехали. Карта значительно побольше, и здесь... И из-за того, что больше нейтралов, и из-за того, что разные самые есть предметы. Именно предметы могут повлиять на исход. Тут есть и большие бутылки маны, жизни, инвулы. Есть аурные артефакты, которые тоже могут повлиять. Из пары красных точек. Есть жирные, зарядные тоже предметы, там 4-го, кажется, уровня. Ну, типа камни жизни, камни маны, хиленварды, что-то такое. Поэтому важно и, кто заберет большее количество точек при пассивной игре. Здесь, конечно, будет пассивная игра, потому что император бывает просто... В случае, особенно если экспанд ставится... Не крепится. Ну, посмотрим, что будет здесь. Тиаш снова выходит в эксп. Лес у него есть. К экспанду он готов. Можно, можно. Молодец, добил, получил второй левел. До 96 хит на хп оставил Тиаш, это ошибка грубая. Наказываем, минус рабочий. Сауры поприятнее. ДК ждет за углом. Скелеты на мэйн. Интересная тема. Зачем, правда? Ну, окей. Развалилась уже половинка. Ну, отвлечь хочет, отвлечь. Возможно, он там заприметил какого-то рабочего, старенького. Какой же ДК аркадник. Пока харас не срабатывает. Рабочий жив. Одного только убил. И двое красных. Так, возвращаемся. Покупаем палку скелетов. И снова в бой. Тебя что, крепит троллей, что ли? Нифига себе, ты наглый! Подрезал тролля. Там все-таки могут быть. Опасный момент. Поэтому он и отошел в финдом. В другую сторону. Скелеты в обход. Пробегает аккуратненько Хэпич. Рабочий там один битый. Убил. Молодец. Деконтроллил. Тролли все еще никак не угомонятся. Бегают. Как бы там финда не про... Так, еще пара скелетов. Есть один рабочий, который... Ну, тебя ж молниеносно просто реагирует. Но Хэпич контролит прям точечно. Смотрите. Убивает еще одного раба. Красиво. Красиво. Здесь всяко поприятнее на ауре. Хитендра, не террегеницы. Три финда, ДК. Шесть футов у Тяши уже. И Архмак довольно такой заряженный. То есть у него и когти есть, и хепериген против Хараса. Хороший артефакт. Выходит лечевка. Фаст грейд на Т3. Ну, у Хэпича Билл, как видите, не особо меняется. Дело тут не в Билде, а дело в исполнении. Мне нравится, что агрессивный стиль, он приводит в том числе... Ну, если ты не отпускаешь противника, если... Не применительно конкретно к этому мачапу, а в принципе. Ты уменьшаешь... Какой спирт хороший футов у Фа в этот раз? Ты противника... Меньше случайностей, короче. Меньше криппинга, меньше артефактов, меньше фактора случайности. Подрезает парочку футов император. Но тратит на это две новые. Т3 старается выиграть время, понятное дело, сплитится. Хотел попытаться, видно было по намерениям Архмага, что он этого элементария планировал добивать. Пошла работать первая обсидианочка. Тут вышки делаются. Так, Т2 вышки. Да хочется вот этих справа убить, потому что там бутылёк выпадает зарядный. Ну, Хэппи пока восстанавливает жизни ману. То есть он с одной стороны ничего не крипит, с другой стороны тележка работает. Он контролит футов, не вижу кем. То ли финдом, то ли скелетом справа внизу. Подрезает юнитов. А там футы... Надо крепиться, да, надо крепиться. Ну, третий нужен, по крайней мере. Вышек миллион, пять вышек на экспанде. А сколько на мэйне, интересно. Потому что это очень серьёзные вложения по дефу. Что у него на главной базе, интересно. Вообще, можно этих троллей забрать. Было бы. А, он боится разводов. Нет, он за арбой побежал. Он побежал за арбой. На мэйне всего две вышки только-только грейдятся. Пять и две. Троллей сейчас пробует выключить хэпич. ДК очень далеко. Но Тиаш не читает. Не знает. Так бы скорее... Если бы он знал, что там криппинг, скорее всего, попытался бы. Особенно криппинг без ДК. Book of Death может зайти. Может зайти артефакт. Сейчас третий. Но не сюда. Надо на мэйн всё равно идти. Возможно, просто прийти на мэйн, внутрь вызвать Book of Death. И... Ну что, пять вышек. Ну что вы хотите? А в это время Тиаш собирается забегать на мэйн. Уже он там. Он уже там. А здесь вышки строятся. Хэпи заранее увидел, естественно. Но он хочет реализовать эту книгу смерти. Очень хочет. Поэтому делает грейд на башне. На мэйне покажите... Здесь. Book of Death где? А, нельзя закинуть. Дай его туда. Нет, снизу можно попробовать. Они же мелкие. Да, давай, вызывай. Всё, пошёл. Минус одна грядящаяся вышка. Телепорт пошёл. О, хорошо. Телепорт. Новый, новый, новый. В мага сразу. Что? А, у нас... У нас... Не, у нас есть новая. Почему так поздно? Почему не сразу новая, пока не разбежались? Есть Destroyer, элементали не тащат. Я не понял. Прям телепорт? Видимо, он только что юзнул новый. У него маны не было. Хотя нет, вроде по количеству маны. Так, Архмак скоро третий. Хочется, конечно, отменить ещё две вышки внутри. МК выходит, блин. Тут всё закрыто вообще. Да, пытается отменить. Отменяет одну строящуюся вышку. А вот вторая и третья по счёту, получается, доделывается. Но нет магической вышки, что важно. То есть тут мы не сильно страдаем по... Ой, недоконтраливает тяж. Destroyer должен был стрелять. Только сейчас сообразилось, что надо Distro бить. Так, я не хочу вообще прогнозировать ничего. Просто смотрим. Лечит финда. Одного не успевает. Третий Архмак, но главный Distro есть. Паладин уже делается. Утяжет два косаря на руках. Блин, два косаря на руках. Но очень большие проблемы с лесом. Ну, по понятным причинам. Столько вышек было отменено, и рабочие попадали. Получится ли алтарь нам до паладина отменить? Судя по... Минус один рабочий еще. Минус второй. Колоссальные жертвы просто на алтаре. Минус три. Хочет очень паладин. Четыре. Там кладбище из рабочих. Пять. Шесть. Да, выйдет паладин, но какой ценой? Семь. Восемь. Девять. Десять. Оно того стоило? Одиннадцать. Там просто все в крови у алтаря. Все в крови. Пятьдесят шесть лимита у нас против пятидесяти шести у врага. Врывается Хэппи на мейн. С Дестройером Сманы. В ново прекрасный влетает футменов. Они такие красные. Сзади налетают вертолеты. Подходит Маутан Кинг. Хэппич пытается все-таки забрать... Гвардовскую вышку пока не поздно. Убивает все вышки. ДК зажат. Все вертолеты словлены. Минус один вертолет, минус второй вертолет, минус третий, четвертый. Финды пока живут. Пятьдесят шесть на пятьдесят восемь. Лимит у врага все еще есть. Минус финт. Еще минус один вертолетик. Спокойно, спокойно, ребята. Вжухайте. Но рано не радуемся. Просто здесь огромное количество людей, которые умирают. Минус футы, минус рабочие. Ай-яй-яй-яй-яй. Паладин еле живой, алтаря нет. ДК битый, ДК битый. Есть молоток, надо телепортироваться, видимо. Или продавать ДК. Продает ДК. Он продает ДК. Нет, ТП, минус МК. Хорош. Тридцать пять лимит на пятьдесят восемь. Тридцать пять на пятьдесят восемь. Спокойно, спокойно. Никаких прогнозов, все нормально. Опять ДК покупает бутылку маны, не покупает ХП. Хотя деньги есть. Видимо, сейчас инвул и свиток будет. Рунные браслеты выпадают ДК. Но у Тяша колоссальные проблемы. У него нет алтаря. У него нет двух героев. У него половина мейна просто съедена. И из героя только один архмаг третьего левела. Против почти пятого ДК, ну, четыре с половиной. И четвертого Лича. На мейне Шарум покатит. Никого нет. Рейнджер к третьим героям. Хочет убить Касл. Но Тяш не сдается вообще. Большинство людей бы левнуло после таких потерь. Но здесь ставки другие. Здесь за тысячи долларов просто за... За отданную карту. И в прошлой игре, помните, как он зацепился? Поэтому... Там какая-нибудь ошибка. Минус один герой. Уже там получше. Минус второй герой. Выровнял. И все. Играешь дальше. Крипит красную точку. Восстановился уже Маутен Кинг. Паладин на очереди. Здесь надо отвести, конечно, архмага. Если мы хотим М-ку побыстрее третьего левела получить. Алтарь такой палевный. Скорее всего, он в следующий раз умрет. Ну, Касл разрушает и идет на экспанд. То есть Хэпичу... Бегать за ним не очень выгодно по карте. Карта сравнительно большая. А если ты Касл не убьешь, то там раз рабочего построил там... Все, пошла добыча. И опять же, можно строить все что угодно, учитывая то, что Т3-то живой. Хэппи пытается ворваться в вышки. Серьезно. Там главное новую, наверное, вторую кидать в рабочую. Уже будет хорошо. Уже будет больно. Не торопятся. С тратой маны. Хэппич видит, что сзади враг. Перегруппировывается и... Блин, Лич подтупил. Не цепанули новый. Хотя Т3 сам хочет сражаться. Цепляем сеточкой. Подставляется Финд, но убиваем. Фокус минус рыцарь. Вертолетов маловато на самом деле. Только половина активных, остальные все в сеточках. Еще один Дестройер в воздухе. Фрост Армор. Финда спасает на лалах. Но под арбой, конечно, не очень комфортно их лечить. Палыч получает второй, получает диван. Но по лимиту, вы видите, это развал. Это развал. 43 лимита на 60. ГГ. 2-1. 2-1. 2-1. А могло быть 3-0. Так, Хэппич что-то хочет сказать. Так, друзья. Сейчас в чате гудгеймовский зайдет. Чтобы я еще там рассказывал, что все хорошо. Айреникус, привет. Друзья, всем хорошего. Хорошего субботнего дня. Отличного настроения. Прямо сейчас. Где-то там в Китае. Проходит турнир. В полуфинале которого играет наш соотечественник Дмитрий Костин. Среди других трех игроков, лучших. Корейских, китайских, да и всех остальных, в общем-то. Тут лучшие в мире. Смотрим полуфинал. Впереди еще матч за третье место и финал. Призовой фонд 70 тысяч долларов. Победитель получает больше половины. 35 косарей. Чатику отдельный привет. Я вас читаю, просто не всегда озвучиваю, простите. Хорошая конференция, но хэппи лучше, говорит Джагет. Куда-то съездил? Ну да. Неплохо. Picture in picture. Протокол испытаний. Открытый регион. Класс. Посмотрели классное интервью с Лином, вот эта машина будет. Если что. Не досмотрели ролик, но в паузу досмотрим его. Так, друзья, ладно, я, наверное, не выдержу. Покажу вам немножечко инсайда. Совсем скоро на... На Гудгейме пройдет турнир по рефоржу, который обещали с хорошим партнером, с хорошими призами. Называется он Битва за Даларан Турнир по Варкрафт Рефордж при поддержке LG Ультра Гир. В рамках турнира будет разыграно три классных монитора, там, по 20-25 тысяч. Будет проведено три открытых турнира, в которых любой из вас может принять участие. Моник, чисто для Варкрафта, смотрите. Вот. То есть будет три победителя, а для того, чтобы было не скучно, три победителя еще в конце сыграют фафашечку на трех, ну, чтобы мы поняли, кто на самом деле чемпион. Поэтому в понедельник, во вторник эта новость увидит свет, вы сможете зайти на страницу турнира, зарегистрироваться. Ну и напоминаю, что в начале декабря, до этого турнира, который стартанет где-то 13 декабря, 14 декабря, будет еще финал Росбрейн Капа. Не пропустите, там Император, там лучшие СНГшники. Там в описании четвертый страха. Ну, именно поэтому еще оно не релизнуто. То есть счет надо повычитывать, согласовать и прочее. Так сейчас можно опубликовать, чем и секретные тайны. Теперь нету два. Сейчас надо все-таки получить финальный аппрув. Потому что все правильно там расположено, рассказано. Так что в декабре нас ждет очень много варкрафта. И выход рефорджа. И огромное количество стримов. И как минимум пара турниров только на ГГ. У племяшки теперь динозаврика зовут Задаларан. Хорошее, кстати, имя. Задаларан. Император лучший СНГшники. Звучит как расизм прям. Так там же формат турнира на Русбрейн Капе, вы же помните какой? Там же Хэппи сразу в финале. Да, да, мы предвзяты. Смотрим второй голд с участием Хэппи. Ладно, еще не все. Мы как улыбаемся, как эти китайские комментаторы, когда что-то хорошее происходит с их игроками. Но надо довести эту серию до логичного конца. Почему старичку отказывают смене Ника на ГГ? Ну, потому что смена никнейма недоступна в любом случае. То есть, если написал на саппорт, там правильный формальный ответ по смене Ника. Ты можешь попытаться мне напрямую написать, желательно напиши тогда сразу на какой Ника и убедись в том, что он не занят. Через там поиск, посмотри по аккаунтам. Но опять же, никто тебе гарантии дать не сможет. Там есть особенности технические, что если менять подряд, то я не помню, что кажется, это связано с каналом. То есть, то ли со стримкейем, где там что-то завязано с чем-то. Собрались. Собрались. Хэппи чистенько прошлую игру провел так. Сразу после получения Book of Dead Маутенкин. Кажется, Тиаш планирует повторить тему на первой карте. И с одной стороны, кажется, что хотелось бы карту побольше для разводов с Маутенкингом, но что Амазония, что Лас Рефьюдж, они же маленькие карты. Тем не менее, он именно здесь играет в МК, в Экспанд. Ну, понятное дело, что здесь Экспанд. Не хоуайлс, почему он не играл тогда через МКУ странно. Потому что, видимо, фирменный. Привык уже за М, и в прошлый раз за М и играл. Ну, на прошлом голоде. Короче, Маутенкинг, так или иначе. Жена спрашивает, почему Хэппи называют Императором. Не смог дать. Он играл за Империю во втором Старкрафте. И оттуда прозвище пошло. Кажись. Кажись. Начинается Криппинг, ДК уже идет вперед. Ай-яй-яй-яй-яй. Акалид почти ни за что отдал свою жизнь. Какой еще Империю? Ну, Эмпайр, Хэппи, Старкрафт 2. О, сразу Маутенкинга. Это, кстати, интересная тема. Лечиться пока негде. Предметы у него не на плотность. Рейд в небе Либератор, это Хэппи Император. Да-да-да. Тим Эмпайр. Тим Эмпайр. Как стоит, смотрите, скелетами стенка на стенку андейдесской армии. Расставил, прям заморочился полукругом. Класс. Так, скелет. Китайцам тоже понравился. Им вообще порядок очень нравится. Выходить, строиться, там что-то вместе делать. Коллективный разум. Да, Райдер, я тоже это помню. А, ты не написал. Ага. Скелет попытался выманить, чтобы чтобы тролли словили в сетку, но не удалось. Не ведется, а? Ладно, поехали. Ну, Бладласс кастовал, по крайней мере. Сейчас второй Бладласс будет на тролле. Но тролли все равно уходят очень быстро. Замахи будут у нас. Молотки, койлы. Тролли добил. Ну, тролля добил, но отдал этого. Молниеносно. Молниеносно эта точка была закреплена. Ну и строится экспант. Экспант и в прошлых катках строился. Всегда он строился. Скорее вопрос тайминга к Хараса и... Ну и дальше других факторов, которые могут повлиять на то, запушишь ты его, не запушишь, что у тебя к этому моменту будет... Хэппи пытается подхарасить, но один полуживой скелет, если таких бывает. Ничего сделать не смог. МК почти третий. Ой, неприятный. Неприятный расклад. МК уже здесь. Правильно делает, что потратил койл, потому что если... Если бы там был молоток, МК был бы еще ближе к третьему. Он, правда, и сейчас получит третий на этих Мурлоках. Правильно делает, что Мурлока убивает Ядовитого. Второй ДК, третий Маутун Кинг и нычка. Звучит, конечно, не очень честно. Вот так, если взять слепок, да, текущего момента. Ой, не доконтролил Хэппич скелета. Не заблочил. Но зато у нас Т2. Пораньше второй герой. Какой же агрессивный МК. Тут много еще от баша зависит. Может значительно больше урона нанести, если бы правильный баш проплет. Тайминговый магазин, который строится тогда, когда он уже нужен. Строится, естественно, тремя, пятью, десятью рабочими. Я надеюсь, доживу до того дня, когда магазин будет ставиться до начала размена ХП и, как следствие, будет готов к тому моменту, как герой возвращается домой. Но это прям хроническая болезнь Альянса. Неисправимы они постоянно. Идут в атаку, потом, блин, телепорт, все красный, где магазин? Строится, строится. Вот, 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 все делаем. Причем это актуально для всех игроков. То есть, вот, топовый тяж, та же самая хрень. Так, большой инвол, это неплохо. Ой, как бы сейчас не пришлось его... Так, сеточка. Блин, придет сейчас инвол. Нет, не инвол. Молоток, койл. Койл-то первый всего лишь. Минус финт. Ой-ой-ой. Ну, выходит, обсидианка. Теряются все-таки на этом финде. Как он... Вы видели, как он деф включает-выключает под выстрелы? Кошмар. У дефа есть еще... Ну, не кулдаун, а задержка по анимации. Псих ненормальный. Не, мы так тоже старались сделать, но здесь он прям... Второй барак. Рифлы из двух бараков. Вот респект Тиашу, в отличие от романтика, который Лину просто отдался 0-3 на одной и той же теме. Он реально пытается что-то сделать, пытается что-то от карты к карте придумать. Меняет героя. Меняет стратегии. Два барака рифлы, вы с ума сошли. Нет, это очень опасно. У рифлов, во-первых, вы помните скорость атаки. Годик назад им как добавили, так и не отняли. Рифлы помогут пережить ему. Ну, это такой мясной, на самом деле, билд. Берешь третьего Жука, немножко затягиваешь игру, и уже перспектив значительно меньше у Альянса. Тиаш идет развлекать опять, смотрите. Будет забегание на базу, очень поздний Т3. Персоналка, телепорт? Персоналка. Испугал персоналкой. Знал бы, что прилетает только ДК, МК бы вперед побежал с этими футами. Просто вот вперед, ловить, смотреть. С инвулом, не с инвулом. Опа, хороший блок. Хороший блок. Как же? И скелетом еще. Серьезно? Ну, так нового может кинуть? Нет, уже поздно. Он цепляется за вообще любую возможность, которую игра дает. Ну, хэпич, имеется в виду. То есть этим подблочил, да, молоточек, скелетиком таким. Тык-тык-тык-тык-тык. Рифлоу бы увидеть пораньше, чтобы рейнджику с дуру не взять. Не, рейнджика тоже нормальный, но жук повыгоднее будет. Все таким. Большой бутылек жизни очень поможет против соло-мки. Большой инвул тоже. Все еще. Сохраненный. Помогает. А с рыцарей, что ли? Ну, это может быть, кстати, Т3 с выходом после рифлов рыцарей. То есть нужна какая-то стенка все-таки. Но... Может быть, это будет. И что-то такое. Масты-2 тупо, чтобы отбиться. И... И не дать потом Андеду нычку поставить. Посмотрим. Пока что рифлы из двух бараков, и грейды, скорее всего, рейнджовые идут на рифлов. Свитки нужны очень. Блин, что я подсказываю, это тяж. Сейчас пойдет свитки покупать будет. Там вторая новая, все дела. Хэппи переучился на клэп. Но свиток не купил. Это хорошо. Ну, второй... Вот что он будет делать против второй новой? Вот что будет рифлы делать против второй новой? Бладмейдж. Нет, это какой-то вообще наркоманский креатив, папер. Так можно играть, но это... Это... не лейтовая стратегия. То есть, если вдруг каким-то макаром пойдут хоть какие-то размены нормальные, они должны вроде как пойти, учитывая вторую новую. Хэппи гаргу построен. Да, Хэппи не прочитал это. Хэппи видит рифлов. У него гарга и рейнджика. Пожалел, наверное, сейчас император, что... Ну, он взял стрелку, типа фокусить, скелетики, все дела. Все выглядит как под коней, болт, дрейн, окружение. Ага, хорошо. Ну, держи в курсе. Пока у нас 70 лимит рифлов. Я знаю Бейканери по поводу развода, как в первой игре. Я просто... Не прочитал, что их не будет. Где, где новые? Где новые? Новые пока что в фут-офф идут. Надо сплетануть. Минус гарга. Блин, клэп проходит шикарный. Соби маска у МК только сейчас увидел. 66 на 56. Нас меньше. И падать начинают финды. Нового в рифлов. Первой стенки уже нет. Минус один рифл. Ай, Койлом убил своего финда. Вы видели? Бак такой периодически встречается. Ну и все, и побежали назад. Бладмейджа окружить окружила идеально. Крест. А что он хотел? ТП? Передать на телепортируется? Чего ты ждешь? А успеет? Да, успеет. Ну, я ничего не говорю, друзья. Так что ко мне потом претензий никаких не было. Констатирую факт. 54 на 61. Рифл начинает постепенно падать. МК, конечно, очень жесткий. 4 с половиной. Которого заливают постоянно Бладмейдж. Надо фокусить Бладмейджа, только Койла сначала... Да, минус Бладмейдж. Надо подумать, либо Рейнджерку лечить, либо все-таки Финда. Финда решил, потому что Рейнджерка выживает. Ману Эмки нет. Рифлы падают. Но, повторюсь, респект Тиашу за то, что экспериментирует. Вот значительно было бы скучнее, без интрижни, неинтереснее смотреть, как одну и ту же тему он катает и ничего не может сделать. Ладно, Хэппи одну и ту же тему катает, потому что она работает у него. Вот. А если ты проигрываешь и не подстраиваешься, очевидно, Тиаш-то проигрывает. В общей серии не в этой конкретной карте, я не берусь утверждать. Да, добавляет кастеров. Но мы ждем коней, там говорили, что кони будут с окружением. Вот. Но в это время падает Эксп. Рифлылили два грейда на атаку. Уже есть Абом, причем с болезнью. Болезнь вообще мега опасная сейчас, особенно когда у тебя такие вот, такие вот юниты классные. Китайцы стараются. Вторая нова, Дрейн. Хит энд ранит. Это тактическое отступление, чтобы отрезать. Во-первых, избавиться от Аи. Ай, опасная финда, жалко. Минус еще один финн. 53 на 57. Ну, хэппи больше. Ну, хэппи герои пустые. А там ману пропивает МК. Минус гулька. Во, сейчас если за гулькой все пойдут, можно на позиции на хорошей сыграть. Вон, рифлы, видите, как толпятся. Класс. Скелеты отправляются на рабов, но не до контроля. Ну, вообще, Бладмейджа надо нюкать. Прямо сейчас брать и нюкать Бладмейджа. Кто нахренел? Бутылка жизни. Он очень мешает. Ай-яй-яй, инвол не прожал. Можно было попробовать... Есть новые убить? Да, отлично. Все минус Бладмейдж. Он банишем пытался себя спасти. Все, ребят. 3-1. Хэппи в финале. Хэппи в финале. Заставил, блин, Дмитрий нас поволноваться, но Хуайлос отдал карту. Но хэппи в финале. Хэппи в финале против Лина. Поклонился, что ты сказал на китайском. Император ААА ей подлагал. Даже камера не всегда способна уловить его быстрое движение. Он как Брюс Ли. Отдал карту в знак уважения. Класс. Ой, сразу автограф. А можно, 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 пожалуйста, чтобы вы у меня расписались на груди? Да, конечно, пойдемте. Так, автографы берут. 4600 на Ютубе. Да, нас много, друзья. Пользуясь случаем, приглашаю вас на ГГ. ГГ замечательный сайт. У нас и Хэппич стримит. И можно за 300 рублей попросить его убить врага Акалитами под Бладластом. И Хавк стримит. И турниры проходят. И комьюнити хорошие. Смотрите, какой чатик дружный. Приходите, регистрируйтесь. Ну и обращайтесь за халявным ключиком к желтым товарищам в чатике. Джоки, Самодур, может, кто-то еще из наших. Фух. Фоги тоже стримит. Да Фоги что-то последние трансляции на Твитч стримит. Может, поэтому проиграл. Я же сказал Хэппи, сколько челлендж стоит. Он может бесплатно тоже в знак уважения разок катнуть, показать. Ой, тейка еще. Да, девушки у нас тоже хорошие на сайте. Понти вернулась к стримингу. Сэлфлэк говорит, ты так по-доброму позвал, а сразу я сразу вернулся. Спасибо тебе. Так, кто за профилактический бан? Вот я вижу Ромочке копипасту. Он думает, что так он поддерживает императора. На самом деле это копипасты и императора не поддержишь. Давайте проголосуем. Что делаем? Щадим, убиваем, я упырь. Голосуйте. Ой, подождите. Ну вы пока проголосуйте и интервьюшечки слушаем. Хэппи. Поздравляем, Хэппи. Классно тебя видеть здесь. Ты уже в финалах опять. Можешь что-нибудь сказать? Я вообще не ожидал, что дойду. Отличное ощущение. Большинство за наказать. Ну хорошо. Ты не хотел играть с орками, а тут лин в финале. Я надеюсь, что ему предметы плохие повыпадают. Я надеюсь, что ему предметы плохие повыпадают. У тебя отличные микро. Что-что-что? Я просто тренируюсь много и все. Он сказал, что я не знаю, но я не знаю. У меня очень много. Я не знаю, что я много. Он очень интересный. Он был в прошлом году. Он является победителем. В прошлом году в игре. В прошлом году, в 2019-м году, вы чувствуете, что это был чемпион. Ты член в summer 2019. То есть у вас есть еще присты, чтобы играть в финале? Я не думаю, что я не чувствовал, что я раньше. Нет. Нет. Давление никакого не чувствую. Я не чувствую перед финальными играми. Фанаты китайские аплодируют, кричат, что ты из зала Спасибо Сначала, скорее всего, у нас будет Давайте посмотрим наиболее яркие моменты этой игры Классно Телепортом словил, там персональный, но боялся, что умрет И поэтому прожал, но да, это был уже такой Слишком рискованно было в тот момент потерять третьего МК Соло-герой единственный И музычка такая бодренькая играет Дестройеров просто нечем контрить Вот эта игра, конечно, сразу обескураживает Рейнджерка Койл МК На развороте Молоток Минус МК Окружение Как же четко делают, а? И Хэппи вроде подблочил Финдом, но Там брейкер один был Ай-яй-яй-яй-яй Отдал Могло быть 3-0 Могло быть 3-0 Вертолетики в засаде сидели Ждали только момент, когда Дестройеры вылетят наверх У тебя же под эту музыку весело едет домой Да ему недалеко, а чего вы так переживаете? Он заработал там свои 4 с лишним тысяч долларов А, нет, он еще в матче за третье место может выиграть Вот это же все понятно Рейнджерка все равно неплохо зашла даже против фрифлов Потому что скелеты-скелеты после фокуса в сочетании с арбой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому